Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачао-Черкесия». События вторника в репортажах наших корреспондентов. Сегодня председатель избирательной комиссии Карачао-Черкесия Лариса Абазалиева огласила результаты выборов депутатов представительных органов местного самоуправления. В этот раз немало было самовыдвиженцев. Они получили 66 мандатов, отметила председатель Резисберкома. Больше всего депутатских мандатов у кандидатов от партии «Единая Россия». Также Лариса Абазалиева дала высокую оценку в подготовке и проведении выборов, на которых были соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. У жителей была возможность, не опасаясь за свое здоровье, перейти на участки и проголосовать. «Итоги, они с точки зрения партийной, такие. Единая Россия 254 мандата заместила. 66 мандатов замещено депутатами, которые шли в порядке самого движения. Либерально-демократическая партия России получила 4 мандата. Коммунистическая партия Российской Федерации 34 мандата. Казачья партия Российской Федерации, один мандат. И вот такое распределение, мне кажется, даст возможность влить, скажем так, новые какие-то направления в жизнь наших аулов. Явка составила 62,45 на выборах. Средняя явка по республике. В голосовании приняли участие 50 994 избирателя. Это по всем 48 избирательным кампаниям. Ситуация по распространению коронавируса в республике остается сложной, но роста заболеваемости нет. О принятых мерах нам рассказали сегодня Роспотребнадзори республики. Ситуация немного стабилизировалась. Если у нас со середины до конца августа наблюдался рост заболеваемости коронавирусной инфекции, то где-то с начала сентября, ну, может быть, с первых чисел ситуация стабилизировалась. Мы примерно держимся на одних и тех же цифрах ежедневной заболеваемости. Но, к сожалению, и снижение также пока не наблюдается. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение, мы были вынуждены ввести ограничительные меры в восьми районах республики. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, были приостановлены массовые мероприятия. Это свадьбы, это поминальные обряды, это какие-то еще массовые мероприятия с большим количеством людей. Также мы проводим сейчас совместно с районными и городскими администрациями и работниками полиции рейды по объектам торговли, общепита, общественного транспорта. И при выявлении нарушений проводится проверка полноценная, и материалы передаются в суд на приостановку деятельности данного объекта. Там, где не соблюдаются меры предосторожности, отсутствует информация для посетителей, отсутствует требование к ношению масок, наличие дезинфектантов для рук, ну и так далее. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачао-Черкесе выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 составило 6027 человек. Из них 4611 выздоровели. Госпитализирован 271 пациент. Карачао-Черкесе планируют охватить вакцинации 60% населения, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. В республике стартовала бесплатная прививочная кампания против гриппа. В поликлинике поступила первая партия отечественных вакцин для взрослых с авигрипп и флюэм. Поступила также и вакцина для детей. Вакцинация от гриппа этой осенью более чем актуальна, так как обычный ежегодный подъем заболеваемости гриппом будет сопровождаться коронавирусной инфекцией. Чтобы сделать прививку от гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к своему участковому терапевту. 39 человек прошли финал конкурса главы Карачао-Черкесии «Кадровый резерв». Все они успешно защитили свои проекты. Напомним, более 100 представителей республики и других регионов боролись за право войти в состав «Кадрового резерва». Среди участников – государственные, муниципальные, служащие, предприниматели, общественные деятели, активная молодежь. Все те, кто способен принимать участие в реализации управленческих решений для развития региона. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил финалистов конкурса. Впереди их ждет подготовка и презентация проектов, нацеленных на развитие родного региона. Уверен, здесь будет множество интересных идей, которые мы сможем применить на деле. Поскольку, как отмечают эксперты конкурса, каждый участник «Кадрового резерва» чувствует свою причастность к судьбе родной республики, переживает за ее будущее и готов направить свой интеллектуальный и творческий ресурс во благо нашей Карачао-Черкесии, сказал глава. Ну а сейчас время прогноза погоды, слово нашим синоптикам. В Карачао-Черкесии. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это «Большие вести» в прямом эфире, и мы продолжаем. С начала этого года на территории республики выявлено 4 факта дачи взятки сотрудникам госавтоинспекции. По данным фактам были возбуждены уголовные дела и переданы на рассмотрение в суд. По результатам рассмотрения на троих жителей республики наложены штрафы в размере 5 тысяч рублей, и на одного в размере 25 тысяч рублей. Дача взятки в крупном размере. Группа элитс влечет за собой более суровое наказание. Частично уже решена давняя проблема водоснабжения. Строятся новые детские площадки, а в частных подворьях принялись плодовые деревья, которые в следующем году уже дадут урожай. Представители партии «Единая Россия» совместно с кураторами и депутатами Народного собрания лично убедились, как проходит реализация партийных проектов в селе Чапаевском из Прикубанского района Александра Коваленко. Эта территория еще ничем не приметна, но уже через месяц она заиграет яркими красками и будет сдана в эксплуатацию. К 15 октября универсальная спортивная площадка «Лето-зима» примет своих первых юных спортсменов. Мальчишки и девчонки поселка смогут заниматься здесь волейболом, баскетболом, теннисом. Глава Прикубанского района Мухаммад Аминчумаев рассказывает кураторам, что площадь ее составляет 1800 квадратных метров. Уже скоро здесь появится травмобезопасное резиновое покрытие. Будет нанесена необходимая разметка. Таких площадок в районе сейчас четыре. Благодаря реализации партийного проекта «Городская среда» в Кавказском уже благоустроены четыре дворовые территории. Дома расположены по улицам Ленина и Гагарина. Рабочая группа посетила каждый двор, где лично убедились, что в вечер в окружении соседей жильцы дома могут проводить, расположившись на удобных новых лавочках. Здесь также есть уличное освещение, парковочные места, уложен асфальт. У каждого подъезда есть урны. В ходе беседы члены группы обсудили некоторые недоработки. Люди сами выходят с предложениями, как эти средства выделены, использовать. И насколько мы можем растянуть, насколько дворов. Ну, обязательно эти атрибуты – лавочки, освещение, асфальт. Первый дом вы видели. Мы не смогли в самом дворе устроить парковку. Мы сзади дома устроили. Ну, а какой же двор без цветочных клумб? Здесь уютно водит садовод Александра Беляева. И от соседей перенимает слова благодарности и искренней признательности. Благодарить начальство, что нам сделали это удобство, хорошо нам стали. Мы сами поддерживать эту красоту все. Ну, что еще можно сказать? Спасибо большое за их заботу, что нам лавочки сделали. Также отрадно отметить, что программе развития садоводства в Карачаево-Черкесии по закладке садов интенсивного типа участвует уже 300 подворий, 30 из которых в Прикубанском районе. Дагир Смакуев лично осмотрел, как осуществляется уход за деревьями. Шамиль Дудаев рассказал, что на 10 сотках высажены 480 саженцев. Но пока угостить гостей молодой садовод еще не может. Уже в следующем году деревья начнут плодоносить. И каждое фруктовое деревце даст урожай до 40 килограммов. Это приблизительно 15 тонн за сезон. Нормальное развитие сада идет? Да, вот уже готовимся к усыплению деревьев. Там сказали, что уже последний месяц, сентябрь, мы делаем арасиками, подключаем арасикную систему. После этого уже не подключаем, потому что деревья должны впасть в спячку. В зиме готовится. На каждое подворье выделяются 400-450 тысяч рублей. Они высадили. Вот ухоженный сад. Приятно мне, когда я увидел, что уход есть. Кроме того, что деньги выделяются, их нужно правильно освоить. Кроме того, правильно обслуживать, содержать это все. Вот когда человек душой на земле, когда душой в этой теме, тогда можно ожидать результаты. Это уже для одной семьи хороший подспорье. Это хороший доход. Следующий по плану населенный пункт, который посетит рабочая группа, будет село Чапаевское. Александра Коваленко, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Специалисты Республиканского консультационного центра помощи родителям посетили вторую начальную школу Усть-Жигуты. Какие советы дали коррекционные педагоги? Насколько нужно быть внимательным к своему ребенку? И в какой момент нужно обратиться за помощью к специалистам? Ответы на все эти вопросы узнавала Альбина Ламкова. Чтобы подготовить наш артикуляционный аппарат, каждый день перед зеркалом вы должны делать артикуляционную гимнастику. Упражнения написаны здесь у вас на листике. Екатерина Коваленко пришла с дочерью к логопеду Светлане Кречетовой. Они впервые обратились к специалисту. Начало уже положено, и конечный результат будет зависеть как от логопеда, так и от родителей. Ведь упражнения для исправления ошибок в речи нужно выполнять и дома. Нету произношения буквы «Р». Хотим, чтобы нам помогли. Узнали мы, что приезжают специалисты из средств массовой информации. Как давно у вас эта проблема с произношением буквы «Р» существует? Ну, наверное, вот как только она начала разговаривать, вот это вот именно «Р» у нас западает. Республиканский консультационный центр для помощи родителям работает с 2019 года. 7 тысяч услуг уже предоставлено. Надо отметить, что в этом году консультации выездны, и после карантина это вторая по счету. В первую очередь помощь оказывается родителям. Для этого специалисты учат их выходить из сложной ситуации, применяя различные методики, отметила директор Центра образования «Одиннадцать» Черкеска Елена Ляшова. Хочу поделиться нашей радостью. Мы послали документацию свою, проектную, на участие в конкурсе на 2021 год. Вот совсем недавно, позавчера, мы получили протокол, где наше учреждение прошло следующий этап, и мы становимся получателем-грантодателем. Предварительно пообщавшись с представителями отдела образования Узжигутинского района, для оказания специализированной помощи приехало шесть специалистов, большинство из них – логопеды. Мы попросили, чтобы они приехали во вторую школу. На самом деле детей, которые нуждаются в помощи специалистов, достаточно много. И эта школа очень нуждается в логопедах. Психологи у нас, конечно же, есть в школах, но контингент детей также очень большой, и поэтому специалисты с опытом нам не повредили бы. Но еще, конечно же, мы испытываем дефицит в дефектологах. Проблемы у детей с произношением есть не только в детском саду. Во второй начальной школе Узжигутин учатся 500 человек. И у 30% школьников – нарушение в произношении букв. Отсюда и сложности в усвоении учебного материала по русскому языку и чтению. Это все приводит к неуспеваемости и сопутствующим переживаниям. А чтобы не было нарушений в устной и письменной речи, этой проблемой нужно заниматься еще в дошкольном возрасте. Благоприятным периодом для развития речи является возраст 2-3 года. Именно тогда надо интересоваться, все ли хорошо у ребенка с произношением. И даже если логопед в поликлинике скажет, что развитие ребенка соответствует возрасту, все равно надо ежегодно посещать логопедический кабинет, чтобы отслеживать динамику формирования речи. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Джигутинский район. Таким был вторник, Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас продолжение фильма «Тайны Марии». Приятного просмотра и ждите вестей. Субтитры подогнал «Симон»